Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читаем Евгений Бразовый Пушковский 30 апреля Путешествие мое по Волге кончается Ставрополь прошли Проходим Жигулевские ворота Через час Самара Все места больших хозяйств Широкого хлебопашества Хозяйство дело близкое моему сердцу И я расспрашиваю о положении дел Зима в первой половине была малоснежная Почти до Нового года дорог не было К концу зимы снегу выпало много Но так как земля глубоко промерзла То снег сошел, не впитавшись в землю Сухостью отличалась и осень прошлого года В общем, как результат Влаги в земле мало И разлив Волги в этом году Очень небольшой Вся надежда на атмосферные осадки Которых в этом году надо больше И значительно больше нормальных Сев в разгаре Ждут дождей Но дождей пока нет Небо мглистое И сухой туман застилает горизонт Мгла стоит То, что на местном языке называется Помохой Во время выкалашивания и цветения хлебов Такая помоха губительна Каково ее влияние при посеве Вопрос совершенно не исследованный Как не исследовано, впрочем, и само явление Помоха Несомненный факт только тот Что хорошие семена Хорошая пашня и своевременный посев Дают колос сильный Здоровый Лучше сопротивляющейся помохе И чем новее земля Тем сопротивление больше Но новых земель мало Старые, в общем За ничтожными исключениями Совсем не удобряются Трехпольная Самая истощающая землю культура Процветает И можно ли удивляться Что места, бывшие Некогда житницами Теперь не выходят из неурожаев Единственный выход Переход к многопольной системе С травосеянием Но и несвоевременный переход Влечет за собой величайшее бедствие Достаточно вспомнить Польшу Которая за этот Несвоевременный переход Поплатилась своей Политической самостоятельностью Потому что политика всегда Только шапка экономики В Симбирске Сел на наш пароход Некрасов Один из пионеров Нового многопольного хозяйства Человек предприимчивый Но очень склонный к риску Повел дело в широких размерах Истратил более миллиона И теперь находится При последнем издыхании Вся его надежда на урожай этого года Но его управляющие того мнение Что никакой надежды нет Реакционный элемент торжествует Грабящие его ростовщики Всевозможных типов и шаблонов Возбуждаемые злобным шипением Этого элемента Чувствуют себя и действуют Открыто Вовсю Чуть не кричат Мошенник А этот мошенник Рассыпал населению Этих мест Больше миллиона Выстроил железную дорогу Вел в течение 20 лет Целый ряд Прочно установившихся Новых культур Люцерну Клевер Подсолнух Мак Чечевицу Завел непосредственные Сношения По сбыту всех этих хлебов С мировыми рынками Представители которых Завели теперь здесь Постоянные конторы Придет, конечно, и для него История Но его уже не будет Судьба пионера И дело его Бесповоротно проиграны Он добродушно говорит И вот Подите Что значит русский человек Надо, чтобы пропали Лучшие годы жизни Масса труда Масса денег Чтобы каждый Наконец стал рассуждать В сущности Чего я хотел Доказать Что в некультурных условиях Можно культурно устроиться Что некультура Ничему не мешает Он смеется Все-таки я понял В конце концов Что я Культурный одиночка А отсюда Все та же Непоколебимая вера В себя Как русского Да Миллионы Большие деньги Исходя из провинциальной Постановки Вопроса На эти деньги В общекультурном направлении Их Как много Можно было бы сделать Можно 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 Торопливо соглашается Мой спутник И опираясь Локтями О стол Нервно Ерошит Свои Уже Посидевшие Волосы Коммерсант За соседним столом Кончил свой ранний Завтрак Ковыряет в зубах И слушая Наш разговор Так смотрит Точно думает Дурак ты Дурак Пионер Добродушно Обращается К нему И спрашивает Как дела Не меняя лица Коммерсант бросает Не веселят И помолчав Прибавляет Угнетение большое На биржу Хоть не ходи Неловко складывается Дело Вы что До Самары Да Вот она Мы поворачиваем И подходим К пристани Есть места Которые Только раз В жизни Достаточно Увидеть И то За наказание Но вероятно Много у меня Грехов Что так тесно Я связан С этим Прозаичнейшим Городом В мире Мы шагом Провираемся В гору По отвратительной Булыжной Мостовой Солнце Жара Ветер Вихрями Крутит пыль И засыпает Лицо Глаза Шею Какие Сонные Какие Прозаичные Лица Без Без Доктора Газа Город Растет И настраивается И застраивается В противоположность Охватившим Его Со всех сторон По Волжским Степям Там В степях Из года в год Все хуже И хуже А за счет Соков Этих Степей Растет И ширится Этот город Скажите Почему нет Свободных Номеров В гостиницах Съезд Земский Гварянский Никакого Съезда Нет А просто С открытием Навигации Поехал Разный Деловой Люд Торговцы Камми Вояжоры Война Чувствуется У вас Война Ну что Щупайте Пульс Москву Петербург А мы Не скоро Еще почувствуем Хотя Конечно Чувствуем И мы Но Это не то Что в Москве И даже В Варшаве Ну что ж Победим мы Мы Да надо бы Слухи Вот только Здесь Разные Ходят Рассказчик Оживляется Господи Сколько Слухов По-прежнему Собирайтесь Толкуете Да нет Как-то Эта война Переменила Нас Не узнаешь Людей То Что казалось Единым Теперь Стало Стообразным Каждый При своем Мнении Итак С вами Будет Вашего Мнения А с другим Другого Чушь Какая-то И Большая Пошлость Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 Год Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...